Президент Украины Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко Координация наших кроков в секторе обороны и безопасности, взаимодопомога, является жизненно необходимым как для Украины, так и для Грузии. И на сегодняшний день мы уже наметили первые кроки, которые мы должны сделать еще в этом году, потому что у нас будут очень важные события, начиная от саммита Схидного партнерства и заканчивая Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций, где Украина является членом Ради Безпеки Организации Объединенных Наций, мы должны использовать все возможности для защиты и поддержки суверенитета и независимости Грузии, суверенитета и независимости Украины. По итогам встречи президенты Украины и Грузии подписали декларацию о взаимной поддержке территориальной целостности, а уже 19 июля в Батуми пройдет Украинско-Грузинский бизнес-форум. На нем также будет подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между Одесской областью и Аджарией. Парламент Турции по просьбе правительства продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца. Впервые его ввели год назад после неудачной попытки военного госпереворота. Действия режима ЧП парламент продлевает уже четвертый раз. Депутаты говорят, что это вынужденная мера. По их словам, чрезвычайное положение будет длиться, пока идет борьба с терроризмом. «Мы проголосовали и продлили его еще на три месяца по просьбе правительства и рекомендации Совета государственной безопасности. Но мы не хотим жить в условиях чрезвычайного положения и не стремимся к этому». Между тем, некоторые депутаты говорят, президент Эрдоган использует чрезвычайное положение, чтобы узурпировать власть. «Чрезвычайное положение нужно отменить. Мы не обязаны его вводить. Это выбор правящей партии. Из-за этого выбора противозаконные действия продолжаются. Именно поэтому мы против». Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля прошлого года. Ее подавили. В общей сложности в ходе этих событий погибло около 250 человек. После неудавшегося путча начались чистки в армии и госаппарате. Власти арестовали более 50 тысяч человек. 150 тысяч служащих уволили или временно отстранили от работы. Таип Эрдоган обвиняет в организации переворота проповедника Фитхулаха Гюлена, который живет в изгнании. Тот все отрицает. При этом 14 июля правительство Турции уволило еще 7 тысяч полицейских, государственных служащих и ученых. Их обвинили в связях с Гюленом. Тем временем в Стамбуле отметили годовщину подавления переворота. На посвященный этому событию митинг собрались десятки тысяч сторонников президента. Правительство Польши планирует за 7 миллиардов евро построить аэропорт с пропускной способностью 100 миллионов пассажиров в год. Как ожидается, возведение комплекса продлится 10 лет. После этого главный воздушный ворот страны, аэропорт Шопена в Варшаве, будет закрыт. Место расположения будущего центрального коммуникационного порта еще не определено. Известно, что он будет находиться между Варшавой и Лодзем, в радиусе 40-50 километров от столицы. На первом этапе после открытия аэропорт будет принимать 50 миллионов пассажиров в год. Затем его пассажиропоток будет увеличен до 100 миллионов человек. Точная дата начала строительства пока неизвестна. Однако эксперты скептически относятся к таким планам. По их мнению, взять такое количество пассажиров попросту негде. Согласно данным статистики, в прошлом году аэропорты Польши обслужили 35 миллионов пассажиров. По прогнозу Управления гражданской авиации страны, к 2030 году пассажиропоток в польских аэропортах превысит 59 миллионов человек. Более 750 миллионов человек в мире живут за чертой бедности. Об этом сообщают в ООН. Их ежедневный доход менее 2 долларов в день. При этом в организации говорят, что за последние 10 лет более миллиарда человек смогли вырваться из нищеты. Также в ООН говорят, что в прошлом году у 155 миллионов детей была отмечена задержка роста из-за проблем с питанием. В 2015-м недожили до 5 лет почти 6 миллионов детей. Вместе с тем в организации говорят, что за период с 2005 по 2015 годы удалось добиться снижения на 37% уровня материнской смертности и на 44% смертности детей в возрасте до 5 лет. Литовского гражданина Эвалдаса Римашаускаса, подозреваемого в кибермошенничестве, экстрадируют в США. Там в отношении него ведется уголовное расследование. Решение принял суд Винюса. Римашаускаса обвиняют в том, что он обманным путем вынудил американские компании заплатить ему более 100 миллионов долларов. По просьбе прокуратуры США его заключили по стражу в марте. Однако адвокат Римашаускаса считает, что представленных доказательств недостаточно для экстрадиции. Она намерена обжаловать решение суда. Я и ответчик ознакомимся с решением и представленными доказательствами. И мы, конечно, в соответствии с Литовским уголовным кодексом воспользуемся правом обжаловать это решение. Надеюсь, вышестоящий суд примет все это во внимание. Прокуратура США обвиняет Римашаускаса в хищении персональных данных, мошенничестве и отмывании денег. По ее данным, литовский гражданин выдавал себя за сотрудников известного азиатского производителя компьютерной техники. С помощью мошенничества с электронными письмами он добился, чтобы на открытые им банковские счета перечисляли деньги американские компании. Их название не озвучивается. Но, по словам адвоката Римашаускаса, в запросе о выдаче фигурируют Facebook и Google. Если суд признает литовца виновным, то ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам подозреваемый все обвинения отрисает. Если вы собираетесь приехать в Стокгольм и ищите номер с необычным видом, то вам, возможно, уже не придется далеко отъезжать от городского аэропорта Орландо. В апартаменты класса люкс превратили в бывшую диспетчерскую вышку. Ее больше не используют по назначению, поскольку аэропорт построил новую. Зато здесь теперь можно наслаждаться зрелищем взлета и посадки самолетов. Креативные умы из отдела маркетинга задавались вопросом, для чего нужно это сооружение, как его используют. На самом деле его никак не использовали. Несколько лет оно пустовало. Поэтому они придумали ему применение. И вышло очень удачно. Чтобы переночевать в таком номере, нужно сначала принять участие в конкурсе. Если повезет, то вы не только сможете наслаждаться видом на взлетно-посадочную полосу, но и получите доступ в те зоны аэропорта, которые обычно закрыты для других пассажиров. Мы обещаем уникальные впечатления. Постояльцы увидят то, чего не могут увидеть остальные. Конечно, за исключением самих работников аэропорта. Продолжительность одного пребывания не превысит 24 часа. Аэропорт также обещает для постояльцев экскурсию в новую диспетчерскую вышку. Завораживающие полеты в таинственных лучах прожекторов показали зрителям в Мадриде. Танцы исполняют юные спортсмены, которые специализируются на полетах в аэродинамической трубе. Они парят благодаря мощным воздушным потокам. Которые нагнетают вентиляторы. В общей сложности выступили 9 лучших спортсменов-юниоров. Все они приехали в Мадрид в так называемый тренировочный лагерь супергероев. Его работа длится неделю. У нас есть тренеры по фристайлу, по танцам и прыжкам на батуте. То есть дети получают большую пользу. Их мастерство растёт с каждым днём. Юные спортсмены также довольны интенсивным обучением. «Я много тренировалась. Интересно изучать новые движения, особенно на батуте, отрабатывать сальто. Потом я могу отточить движение в аэротрубе. В течение недели полётов я выполнила много акробатических трюков и изучала разную последовательность, чтобы объединить всё это во время фрифлая. Всё просто отлично. Мы разделены на группы. В основном встречаемся с другими ребятами из разных стран». Юным спортсменам, которые участвуют в полётах от 11 до 18 лет. За несколько часов до рассвета начинается ультрамарафон в мексиканском штате Чуава. Бегунам предстоит в условиях летней жары пробежать по горам Медного каньона одну из дистанций 63 или 100 километров. Темно, но главное не жарко. Вооружившись фонарями, участники забега наслаждаются утренней прохладой. Маршрут начинается в двух с половиной тысячах метров над уровнем моря. Участники спускаются на полтора километра вниз, затем возвращаются на место старта. За это время их испытывают на прочность экстремальные погодные условия, жара и высокая влажность. Сложности добавляют также перепады высот и ухабистая трасса. Это место – родина индийского народа Тараумара. Его представители тоже участвуют в забеге. В Мексике они известны своей небывалой выносливостью и способностью бегать на длинные дистанции. Женщины Тараумара традиционно бегут в длинных цветных юбках. Мужчины одеваются более современно. Но у тех и у других на ногах обычно самодельные сандалии, которые иногда приходится перешнуровывать. Ноги у меня не устали. Я всегда тренируюсь там, где живу, чтобы не уставать во время забега. Я тренируюсь дома в Урике. У нас там тоже овраг и очень высокие и крутые холмы. Там тоже очень жарко летом. Индийцы Тараумара стремятся остаться самым изолированным коренным народом Мексики. Его представители строят свои дома в пещерах, ведут образ жизни своих предков. В день многие из них в среднем преодолевают около 50 километров пешком, собирая на склонах каньона древесину, навещая друзей или обрабатывая свои угодья. Сами себя они называют Рарамури, что в переводе означает «легкие ноги». Поучаствовав в ультрамарафоне, приезжают бегуны со всего мира, включая США, Канаду, Францию и Испанию. «Я приехал сюда для того, чтобы увидеть их, ведь соревнований по горным трассам множество. Мне очень хотелось увидеть, как бегут Тараумара. Необыкновенно, что я получил возможность пробежать вместе с ними». Ультрамарафон – это забег, длина которого превышает дистанцию традиционного марафона – 42 километра, 195 метров. Впряжённые вплух буйволы, несущиеся по затопленным полям. Эта гонка – главное событие сельской ярмарки в тайской провинции Чонбури. Местное развлечение давно переросло в ранг международного, привлекая сюда множество туристов. «Гонка буйволов – традиция провинции Чонбури. Ей более ста лет. Ничего подобного нет в других провинциях Таиланда и в мире». Поспеть за разгорячёнными животными по силам не каждому. Принимая на себя потоки грязи, погонщики еле успевают перебирать ногами. «Важно знать их характер, выучить повадки». «А они очень упрямы». «Некоторые не хотят останавливаться, наступают на плуг и ломают его. Такие очень упрямые». При этом буйволов на рисовых полях Таиланда больше не используют. Их заменила техника. Фермеры с ностальгией вспоминают булы и времена. «Я работал с буйволами в молодости, вспахивал поля. Когда я стал старше, мы перестали их использовать. На смену пришли тракторы. Вот почему я всегда присоединяюсь к гонкам, когда их проводят». После забега разгорячённых животных успокаивают холодным душем. Сегодня буйвола в Таиланде в основном выращивают для соревнований. При этом их рыночная стоимость очень высока. Превышает 2400 долларов. В Марокко продолжают исследовать следы динозавров. Обнаружили их ещё в 2014-м на побережье Акадира после несильного цунами. Оно очистило от песка небольшой участок пляжа Анза. Палеонтологи нашли уже более 300 следов доисторических ящеров. Среди них отпечатки ног птерозавров и хищных тераподов. «Следы тераподов нечасто встречаются в мире. Тераподы жили до самого исчезновения динозавров. Этим следам в Анзе не менее 85 миллионов лет. Они оставлены незадолго до вымирания динозавров, что произошло 65 миллионов лет назад. Это даёт нам представление о последних динозаврах». Длина участка, где обнаружены следы – один километр, ширина – 30 метров. Учёные отмечают, что следов здесь очень много. «Это уникальное место, потому что расположено на пляже. Следов много и сохранились они отлично. Сюда теперь приезжают для исследований марокканские и зарубежные студенты». На пляж приводят и школьников. Им рассказывают о жизни древних ящеров и учат ходить, как тераподы. «Мы рассказываем детям историю динозавров. Объясняем, как образовались окаменелые следы». О следах динозавров на пляже стало известно благодаря французскому блогеру, который опубликовал фотографии этого места на своём веб-сайте. Правда, местные жители уже знали о них, но принимали за следы птиц. Достопримечательность привлекает многих туристов. Однако морские волны постепенно заносят песком исторические следы. Активисты надеются, что власти установят здесь специальное заграждение, чтобы тайны доисторического прошлого были открыты для глаз людей. Специальная команда на лодках окружает диких лебедей у берега Темзы. В Лондоне начался ежегодный пересчёт этих грациозных птиц. По традиции, все дикие лебеди Великобритании принадлежат королеве. Но в операции обычно принимает участие не только команда Её Величества, но и представители торговых ассоциаций старинных ливрейных компаний. Лебедей не просто пересчитывают, но также проверяют состояние их здоровья. «Инвентаризацию лебедей проводят с 12 века. Тогда они считались очень важным продуктом питания. Конечно, сегодня лебедей больше не едят». В Средневековье мясо этих птиц считали деликатесом. Его подавали к королевскому столу. Ныне учёт ведут для наблюдения и исследования популяции, которая сокращается с каждым годом. Гнёзда лебедей нередко разрушают собаки, люди или хищные животные. «Подплыв к лебединой семье, мы достаем её из воды, чтобы взвесить и проверить, нет ли у птиц каких-то травм. Самые распространённые от рыболовных снастей». Пересчёт будет продолжаться пять дней. Каждый раз мероприятие привлекает много зрителей. «Я занимаюсь этим уже 24 года. Для меня это наслаждение. Неделя проходит чудесно. К нам подходит много школьников, чаще всего начальных классов. Мы рассказываем им о лебедях, о лодках, на которых мы плаваем, об особенностях плавания на реке, о вкладе лебедей в экологию». На Темзе обитают лебеди-шипуны. Они крупнее других своих собратьев. Размах крыльев самца может достигать двух с половиной метров, а вес превышать – 10 килограммов.